У детей каникулы, в школах ремонт к новому учебному году готовят все учебные учреждения Чебоксар. Общая сумма для капитального ремонта всех зданий 135 миллионов рублей. Работы ведутся в 71 образовательном учреждении. Фундамент 185 детского сада укрепили в прошлом году. В этом капитально отремонтировали здание. Абсолютно все окна пластиковые. Новый облик получили музыкальный и спортивный залы. Внутри здания санузлы отремонтированы. Плитка, канализационные трубы в подвалах, водопровод, холодная горячая вода, двери заменены. Территория сада, асфальтное покрытие, все отремонтировано полностью, 100%. Пока остаются внутренние отделочные работы, которые, как заверило руководство детсада, до конца августа завершат своими силами и с помощью родителей. Дети смогут вернуться в группы к первому сентября, ведь на время ремонта их распределили поблизлежащим детским садам. Ремонта мы ждали довольно долго. Проводили экспертизу нашего здания, так как на фасаде было очень много трещин. И в итоге, значит, в прошлом году прошел первый этап у нас ремонта, это укрепление фундамента. А в этом году уже второй этап завершился. Не отремонтированным остался бассейн, не хватило средств, но все же он в рабочем состоянии. В целом ситуация в большинстве детских садов и школ схожая. Обновляют то, что требует ремонта в первую очередь. В последние годы нам удалось отремонтировать практически все кровли системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Мы на это и делали упор. На сегодняшний день остается привести уже в соответствие косметический ремонт кабинетов, коридоров, санузлов. Ученики гимназии номер 46 и начальной школы номер 2 скоро оценят обновленные бассейны. Капитальный ремонт проведен в рамках муниципальной программы «Ремонт школьных бассейнов». В целом модернизация спортобъектов расширяет возможности для проведения третьего урока физкультуры. А вот фасад, окна и асфальт гимназии тоже требуют вложений. Кроме того, школа, которая стабильно показывает хорошие учебные результаты, не имеет собственного стадиона. Эту проблему постараются решить в следующем году. Начальная школа номер 2 полностью готова к учебному году. В целом по городу к середине августа все образовательные учреждения будут готовы к работе. Ирина Волкова, Олеси Русакова, Андрей Шоклев, Республика.